Борис Александрович Дубровский За время правления Дубровского развивающийся регион превратился в депрессивную территорию с удушливым инвестиционным климатом, плохими дорогами и стремительно деградирующей экологией. Отток населения достиг максимальных показателей. Эпоха Бориса Дубровского навсегда вошла в историю Челябинской области как пятилетка позора. 14 марта 2014 года исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский выступал на совещании Союза промышленников и предпринимателей в Магнитогорске. Особое внимание он уделил теме офшоров. По словам Дубровского, налоги должны были непременно оставаться в России. В качестве устрашающей меры он привел цитату президента Владимира Путина «Замучайтесь потом пыль глотать, бегая и размораживая эти счета». Это было беспрецедентным по своему лицемерию заявлением. Капиталу Дубровского было уютнее как раз-таки в офшорах. В то же самое время он сам совершал сделки, от которых отговаривал бизнес. Через две недели после громкого заявления Дубровский использовал офшор при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. Первая сделка состоялась 27 марта 2014 года. SpaceShip Consulting купил у Магнитогорского имущественного центра векселя за 5 миллионов рублей. В этот же день офшор продал векселя Борису Дубровскому за эту же сумму. Вторая сделка точно такая же. Изменились лишь дата и сумма. Офшор купил векселя за 7 миллионов рублей и вновь немедленно продал их Дубровскому. Для денежных переводов использовался счет в швейцарском частном банке Эдмонда де Ротшильда. Ко второй сделке больше всего вопросов. По закону Борис Дубровский должен был избавиться от своего швейцарского счета до 16 апреля, то есть через три месяца после назначения исполняющим обязанности губернатора. Но он по-прежнему продолжал пользоваться своим счетом. Журналисты не сомневались. Именно Дубровский является владельцем самого офшора. Офшор записан на номинальных директоров, а его акции выданы на предъявителя. Есть копии двух генеральных доверенностей, с помощью которых и осуществлялось управление Spaceship Consulting. Вместо фамилий в этих документах указаны лишь таинственные имена. Мистер Борис и мисс Наталья. Такие же имена принадлежат самому губернатору Дубровскому и его многолетнему партнеру по бизнесу Наталье Салеевой. На запросы новой газеты ни один из них не ответил. Проделки Дубровского вскрылись спустя два года. Ему сразу же припомнили лицемерные речи и прочие циничные выступления. Вопросы журналистов на эту тему неизменно вызывали у губернатора истерику. В этом периоде был совершенно свободным, коммерческим человеком. Я и занимался коммерческими делами. Даже я где-то там и был, где-то там. То это все, собственно, уже сейчас совершенно не актуально и мне интересно. Я понимаю, в чем ваш вопрос. Он ведь не в этом же, да? Он же вас совсем не в этом, да? Вы хотите внести мне какую-то сумму, чтобы я как-то смутился, что-то. Я совершенно смущен. Я повторяю вам и вам в том числе. Я каждый год заполняю декларацию. Эту декларацию проверяют каждый год. Совершенно компетентные люди, да? Дубровский оставался свободным коммерческим человеком на протяжении всего губернаторского срока. Желание зарабатывать на бюджете он не смог победить даже после отставки. В течение года власти региона через штрафы и суды расторгали договоры с присосавшимися фирмами Дубровского. О том, как губернатор пилил деньги налогоплательщиков, смотрите далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Губернатор Борис Дубровский превратил некогда ухоженный и чистый Челябинск в отсталую деревню. Когда-то областная столица вызывала зависть соседей, удобной дорожной сетью и отсутствием труба. Всего через пару лет она превратилась в непроезжую депрессивную территорию. С ямами, ухабами и грязью на обочинах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, у правительства Дубровского не было денег? Федеральный центр выделял мало субсидий? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сравним цифры. Три года дорожной революции Михаила Юревича обошлись бюджету в 5 миллиардов рублей. На эти деньги построили несколько автомобильных развязок, мосты, сотни километров дорог, оптимизировали схему дорожного движения. Город избавился от пробок и приобрел европейский вид. 5 миллиардов рублей за три года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сколько за пять лет потратил Борис Дубровский? Во время его губернаторства распилом дорожных денег занимались две фирмы. Южуралавтобан и Южуралмост. Судом установлено, они являлись взаимосвязанными. За ними стояли одни и те же лица. То есть обе компании работали на один и тот же карман. С 2014 по 2018 год они получили из бюджета 47 миллиардов рублей. 47 миллиардов за то, что дороги в Челябинске были практически разрушены. На центральных улицах автомобилисты разбивали подвески и колесные диски. Зимой не вывозили снег. Летом город задыхался от грязи и пыли. Безнадежная депрессия повсюду. Люди массово покидают Челябинск. А куда делись? 47 миллиардов. Они были просто украдены. Отследить схему оказалось нетрудно. Почти все дорожные деньги региона шли через одну компанию. Южуралмост. Расследование Федеральной антимонопольной службы установило, кто и каким образом обеспечивал контрактами любимую фирму Дубровского. Министр дорожного хозяйства области Дмитрий Микулик был в прямом сговоре с юристом Южуралмоста Екатериной Краснихиной. Когда антимонопольщики начали отменять незаконные аукционы, они вместе держали оборону, пытаясь удержаться у кормушки. Микулик, не стесняясь, пользовался услугами Южуралмоста. Во время его визитов в Москву Краснихина брала все заботы на себя за счет фирмы. Подобные обычно квалифицируются как взятка. Вот переписка из материалов расследования. Дмитрий Сергеевич, добрый день. Вас завтра на Белорусском вокзале в 13.30 будет встречать водитель Алексей. Номер в гостинице «Пекин» забронирован. Заезд в 14.00. Подскажите, пожалуйста, в какое время вам будет удобно встретиться с Екатериной в гостинице? Заранее спасибо. Все организационные и иные вопросы можете ставить мне. Буду решать. Мерседес в аэропорту, номер в гостинице – это все мелочи. Микулик и Краснихина вместе воевали против УФАС, пытаясь получить бюджетные миллиарды. Сегодня по плану подаем иск в суд. По факту подачи я вам напишу. Пока только подаем. Как назначено будет, я просигнализирую. Хотя мы узнаем, кому пошло решало. Сейчас спрошу, есть ли эти сведения. Микулик и Краснихина действовали слаженно. Вряд ли это было возможно без покровительства Дубровского. В 2014 году Борис Дубровский стал губернатором Челябинской области. Доля Южуралмоста в дорожных госконтрактах тогда составляла всего 9%. Но уже через год Южуралмост осваивал 92% всех дорожных денег. А еще через 3 – 96%. При Дубровском бюджетные деньги в компанию текли рекой. Дальше Центральный аппарат ФАС России, заинтересовавшись этим делом, совместно с правоохранительными органами, собрал соответствующие доказательства, из которых следует о том, что есть признаки нарушения статьи 16 в действиях не только Министерства Южуралмоста, но еще и губернатора Челябинской области. Следственный департамент МВД России поделился с антимонопольной службой интересной перепиской. В ней фигурирует некое физическое лицо. У журналистов не было сомнений. Это гражданская жена Дубровского Татьяна Солончак. 15 ноября 2016 года Екатерина Краснихина сняла со счета 34 миллиона рублей. В этом же офисе Татьяна Солончак внесла 34 миллиона на счет ЗАО «Виста». Фактическим владельцем «Висты» с долей в 90% тогда являлся губернатор Борис Дубровский. Круг замкнулся. Пройдя сложный путь через аукционы, счета компаний и обналичивание, деньги налогоплательщиков оказались на счету фирмы Челябинского губернатора. И это лишь один пример того, как бюджетные средства выводились через Южуралмост. Сколько же из 47 миллиардов могло быть украдено? Если учесть, что дороги почти не ремонтировали и за ними даже не следили, речь может идти о половине всей суммы. Эксперты называют чуть меньшую цифру — 40%. Часть денег шла на содержание самих компаний и создание видимости работы. Но даже 40% — это около 20 миллиардов рублей. 18 марта 2019 года Федеральная антимонопольная служба признала виновными в сговоре на торгах экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, областное министерство дорожного хозяйства и компанию «Южуралмост». Материалы скандального дела передали в Следственный департамент МВД и Генеральную прокуратуру. Осенью 2019-го стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского по статье «Злоупотребление полномочиями», нанесенный ущерб — 20 миллиардов рублей. В это же время в прессе появилась информация о квартире с видом на Кремль, купленной губернатором за полмиллиарда рублей. Татьяна Солончак нашлась в Швейцарии в шикарном особняке. Интернет пестрял фотографиями ее безбедной жизни. Екатерина Краснихина к тому времени уже получила 8 лет с отсрочкой исполнения наказания. Министр Дмитрий Микулик сразу после отставки своего шефа был уволен и тут же исчез. Предпочел уехать из страны и сам Дубровский. Его следы периодически появляются то в Эмиратах, то в Швейцарии. Субтитры подогнал «Симон» Борис Дубровский никогда не скрывал своих бизнес-активов. Он очень не любил, когда его называли подчиненным Виктора Рашникова. Дубровский хотел, чтобы его считали бизнесменом. До вступления в должность ему напрямую принадлежали несколько строительных компаний. Став губернатором, он долго не хотел расставаться с ними, пытаясь всячески сохранить контроль. Сначала фирмы были отданы в слепой траст, затем переоформлены на сына Александра. Как только Дубровский вступил в должность, его компании начали выигрывать госконтракты. На них просто обрушился дождь из бюджетных денег. Удивительно, почему у правоохранителей не было вопросов к Дубровскому. Зато были вопросы у журналистов. Про личный бизнес губернатора спрашивали практически на каждой пресс-конференции. А крупнейший интернет-портал Челябинска провел собственное журналистское расследование. Мы обнаружили то, что в период правления Бориса Александровича ряд этих компаний получали государственные либо муниципальные контракты. Мы выяснили, что в общей сложности за время правления Бориса Александровича фирмы, связанные с его семьей, получили государственных и муниципальных контрактов в размере около двух миллионов рублей. Мы пользовались только официальными, проверенными источниками. Никаких слухов, сплетен, только факты, только правды, только проверяемые источники. Федеральный интернет-ресурс «Знак.ком» вновь и вновь обращался к этой же теме. Компании Дубровского работали из рук вон плохо. Словно саранча, они захватывали региональную экономику, поглощали бюджетные деньги и оставляли после себя одни проблемы — долгострои и брак. Как же богател бизнес Дубровского? Строительной компанией «Синай» Дубровский владел до июня 2018 года. Он переписал актив на сына за полгода до отставки. По данным базы «Спарк», за пять лет «Синай» нарастил пакет госзаказов более чем в 200 раз — с 4 миллионов рублей до почти миллиарда. Основным заказчиком «Синай» стал областной фонд капитального ремонта. Компания Дубровского выиграла несколько подрядов на оценку состояния и надзор за ходом работы. Общая сумма контрактов — 750 миллионов рублей. Компания «Челябстройкомплект» тоже существенно поправила дела после прихода к власти своего владельца. Она была зарегистрирована 26 ноября 2014 года, в тот момент, когда Борис Дубровский официально вступил в должность губернатора Челябинской области. Высокопоставленный чиновник стал ее учредителем со стопроцентным размером доли. За счет госконтрактов оборот компаний вырос в десятки раз. Всего «Челябстройкомплект» выиграл 15 государственных заказов на сумму в полтора миллиарда рублей. Компания строила дома, детские сады и школы, возводила спортивные сооружения и ремонтировала больницы в Челябинске и на территории всей области. Фирма Дубровского не могла переживать кусок, отодранный от бюджета. Бездарное управление превратило часть проектов в долгострой. Были сорваны сроки возведения школы в поселке Ясаульский в Сосновском районе. Стройку не могли закончить больше двух лет. Та же история со школой в Магнитогорске. Жадность Дубровского не позволяла отдать контракт другим фирмам. После отставки губернатора у Челябстройкомплекта начались проблемы. Заказчики один за другим стали подавать судебные иски. Счета в нескольких банках были заблокированы. Фирма лишилась некоторых активов. В конце концов, Челябстройкомплекту был предъявлен иск о банкротстве. Компания «Жилкомсервис» до 5 октября 2018 года официально принадлежала сыну Борису Дубровского Александру. Фирма была создана в 2016-м, через два года после вступления Дубровского в должность. В первый же год работы сын губернатора получил госконтрактов на 800 тысяч рублей. Затем компания начала оперировать суммами в сотни миллионов. Даже когда Дубровского уволили, «Жилкомсервис» имел несколько действующих контрактов на 62, 164 и 216 миллионов рублей на ремонт многоквартирных домов. Впоследствии УФАС Челябинской области признала, что «Жилкомсервис» получал их в результате сгуба. Предприятие оштрафовали на 10 миллионов рублей. Действиями рекоператора создавались преимущества «Жилкомсервису» при проведении торгов. Такое нарушение было признано, выдано решение и предписание, и сейчас возбуждается дело административное о привлечении к ответственности. Производственное объединение «Монтажник» — крупная магнитогорская компания. Она специализировалась на строительстве сложных промышленных объектов. В 2017 году появилась информация, что предприятие перешло под контроль семьи Бориса Дубровского. Состав учредителей в компании не изменился, но у руля встали топ-менеджеры Дубровского. В совет директоров вошли его люди. Компания получила лакомый кусок — контракт на строительство «Конгресс-холла» в Челябинске. Девять миллиардов рублей. Это сумма, которую Борис Дубровский хотел потратить на строительство своего самого бесполезного, помпезного и уродливого проекта — «Конгресс-холла» на реке Миаз. Под эти планы покорно подстроилось законодательное собрание региона. В дефицитном бюджете неожиданно появился профицит. И ровно на ту сумму, которую хотел Дубровский. Вместо садиков и школ 9 миллиардов направили на стройку никому не нужного здания. Окончательная стоимость проекта должна была составить 18 миллиардов. Именно так оценили безумный проект Дубровского. У каждого объекта есть фамилия, у каждого объекта есть ответственность. Люди мобилизованы, считая, что к моменту проведения саммита мы будем совершенно точно готовы. Уже на начальном этапе специалисты предостерегали. Строительство «Конгресс-холла» нанесет угрозу Челябинску. На его возведение придется потратить колоссальные деньги. Он никогда не окупится. Его содержание потребует десятки миллионов ежегодно. Никто из бизнесменов не захотел стать инвестором этого проекта. Челябинск перенасыщен офисной недвижимостью. Было очевидно. Как только объект построят, он обрушит рынок. Из-за переизбытка помещений цены упадут еще ниже. А значит, деньги гарантированно будут выброшены на ветер. «Конгресс-холла» — это изначально бредовый проект, который был никому не нужен. Там кроме красивой картинки ничего не было. Там никогда не было ни обоснования с точки зрения необходимости, целесообразности, ни экономического обоснования, ни технического, ни строительного. Под вывеской ШОСа был отсос бюджетных денег. То есть на сегодняшний день бюджет, он нанесен еще раз судя 8 на 2 миллиарда рублей. Инвесторы разумно отказались участвовать в проекте. И Дубровский решил повесить все расходы на южноуральцев. Из карманов жителей области вынули 9 миллиардов рублей. К этому времени дороги уже пришли в негодность. Общественный транспорт дышал наладом. Увеличивались метры аварийного жилья. Весь город был завален мусором. В этих условиях выделять 9 миллиардов на никому не нужный проект было равносильно преступлению. И главный вопрос. Зачем Дубровский так упорно этого добивался? Затем, что стройкой Конгресс-хола занялось то самое производственное объединение «Монтажник» — строительная компания из Магнитогорска. За год до начала строительства она перешла под контроль структур, связанных с семьей Бориса Дубровского. Предприятие получило сразу несколько контрактов на строительстве Конгресс-хола в Челябинске. Монтажник формировал искусственный земельный участок, разрабатывал котлован, строил фундамент, занимался укреплением берегов реки Миас. Вряд ли Дубровский планировал украсть все 9 миллиардов. Реализовать этот проект было невозможно ни финансово, ни технологически. Но освоить миллиард-другой было вполне по силам. Конгресс-холл уже вывели за скобки саммитов ШОС и БРИКС. Но монтажник продолжал ударными темпами осваивать бюджетные деньги. Неудивительно, что чиновники уровня губернатора воруют деньги своих избирателей. Однако на этой стройке воровали так, что архитектурный урод мог похоронить не только бюджетные деньги, но и человеческие жизни. Прокуратура установила — не менее 250 миллионов рублей были потрачены на оплату работ, которые либо не были выполнены, либо их стоимость сильно завышена. Одновременно с мошенничеством и воровством грубо нарушались и строительные нормы. Были допущены отступления в части геометрических размеров железобетонных конструкций. Из-за этого в них появились чудовищные дефекты. Трещины, течи в стенах, торчащая арматура. Достраивать и использовать этот объект было невозможно. Подрядчики халтурили, а чиновники подписывали акты выполненных работ. В Конгрессе одни пропорционные дела, все где воровалось, ничего, по идее, в Челябинске не строилось. Люди отсюда уходили, препятствий новых не было. И зачем это вкладывать? Размер общих вложений в стройку к моменту отставки Дубровского составил более 3 миллиардов рублей. Ничем не подтвержденных расходов более 250 миллионов. Эти деньги просто украли. По требованию прокуратуры, Следственный комитет и МВД возбудили сразу несколько уголовных дел. Полиция установила факты мошенничества в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Следственный комитет — факты халатности. Деньги, выделенные по указанию Дубровского, транжирились и разворовывались без всякого контроля. Недостроенный конгресс-холл станет достойным памятником правлению Дубровского. Невероятная некомпетентность, мошенничество, коррупция, неумение довести дело до конца, безвкусица, жадность. Эти слова навсегда будут высечены в памяти южноуральцев рядом с фамилией Дубровского. Мы за счет бюджетных денег, как планировалось ранее, цена вопроса объекта была порядка 25 миллиардов рублей. У нас нет в бюджете таких денег, чтобы объект достроить. Поэтому ищем инвестора. Вопрос, который сейчас беспокоит многих, сможет ли в итоге следствие выйти на самого Дубровского. Слишком часто его фамилия звучала в связи со злоупотреблением миллиардами. Сначала в Дорожном фонде, затем в историях с госконтрактами и мусорным коллапсом. Пока область выбирается из ямы, Дубровский безбедно живет в Швейцарии. А как же справедливость? В 2019 году страна должна была перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В Челябинске реформу связывали с закрытием свалки и переходом на новую, современную систему переработки мусора. Но все обернулось переделом рынка и утонувшим в нечистотах города. Причиной стала алчность, помноженная на бездарное управление. В ноябре 2017 года мэр Челябинска Евгений Тевтелев по поручению Дубровского утвердил план закрытия свалки в Металлургическом районе. Через год, не позднее 31 декабря 2018 года, мусоровозы должны были начать вывозить отходы на другой полигон. Полномочия муниципального предприятия Горэкоцентр передавали региональному оператору Центру коммунального сервиса ЦКС. Откуда взялся никому до этого неизвестный ЦКС? Все просто. Компания была создана двумя фирмами — Синай и Новотек. Обе на 100% принадлежали Борису Дубровскому. О том, что никакой передачи полномочий не будет, стало ясно сразу. Представители Горэкоцентра ни разу не пригласили на совещание, где разрабатывали план по передаче полномочий. Эти действия больше напоминали захват. По данным СМИ, то есть мы это читали в средствах массовой информации, на самом деле Центр коммунального сервиса принадлежал семье Дубровского. Как сейчас, я не знаю, ООО «Полигон ТБУ», также сейчас по данным СМИ ЦКС, то есть ООО «Полигон ТБУ» — это две организации, то есть одна владеет другой. За полгода до начала мусорного коллапса директор Горэкоцентра Игорь Галичин начал бить тревогу. Новый тариф на вывоз мусора не утвержден, порядок действий непонятен. Перевозчики могут отказаться возить мусор на новый полигон в Политаево. Прежний тариф просто не покрывал расходов на бензин, зарплату и содержание техники. Обратной связи от главы города он так и не получил. По указанию Дубровского, Евгений Тевтелев закрывает свалку 9 сентября в воскресенье вечером. Галичин узнает об этом за день до того, как решение было объявлено официально. Мусоровозы больше не пускают на городскую свалку. Перевозчики массово разрывают договоры. Челябинск завален мусором. Из-за теплой погоды распространяется вонь. Размножаются насекомые и крысы. Понимая, что надвигается катастрофа, Дубровский пытается свалить вину на перевозчиков, обвинив их в саботажах. В городе вводится режим повышенной опасности. Начинается череда лихорадочных действий, которые только усугубляют ситуацию. В Челябинск сгоняют мусоровозы из Кургана, Екатеринбурга и даже Ростова. Бизнесменам обещают — возите, потом мы с вами рассчитаемся. Но техники все равно не хватает. На то, чтобы привлекать местных перевозчиков, действует негласный запрет Тевтелева. Некоторые управляющие компании тайком его нарушают. 1 октября Евгений Тевтелев заявляет о ликвидации мусорного коллапса. Но это чистая ложь. Мусор будет гнить в Челябинских дворах еще несколько месяцев. Прокуратура передает в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела. Факт, что коллапс стал результатом непродуманных, некомпетентных, хаотичных действий Тевтелева и Дубровского, остается за скобками. Крайним делают Игоря Галичина. Ему единственному предъявляют обвинение в халатности. Он не смог ликвидировать последствия проблемы, созданной Дубровским и Тевтелевым. Уголовное дело против Галичина закончилось ничем. Зато Челябинское отделение УФАС признало сговор между правительством региона, городской администрации и ООО ЦКС. Принятое правительством Челябинской области положение, оно предусматривало выделение таких субсидий только фактически одному хозяйственному еще субъекту. То есть иные компании, которые могли бы тоже оказывать такие услуги и в том числе претендовать на получение такой субсидии, они фактически остались не у дел, поскольку разработанный документ, он не позволял им рассчитывать на получение такой субсидии. Борису Дубровскому было не суждено заработать на мусоре. Имея неограниченный административный ресурс, губернатор провалил все, что возможно, а когда совсем запахло жареным, просто скинул бизнес, продав его москвичам. Две фирмы Дубровского, Челябстройкомплект и Синай, тоже пытались заработать на мусоре. Они строили в Магнитогорске полигон, но довести дело до конца опять не смогли. Дубровский дважды показал свою некомпетентность, как губернатор, проваливший мусорную реформу, и как бизнесмен, чьи фирмы вместо прибыли создали только проблемы. Подготовка к мусорной реформе длилась несколько лет. В Челябинской области не появилось ни современных мусоросжигательных заводов, ни предприятий по переработке отходов. Около 500 тысяч тонн мусора ежегодно увозят в Политаева. Желание наживы обернулось серьезными экологическими проблемами. В ближайшем будущем переработка и хранение мусора станут головной болью региона. Ликвидация этих проблем будет стоить миллиарды рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин